Всем с добрым утром. 11 апреля. Давайте посмотрим, что нам рынок на сегодня показывает, что нам рынок готовит. Евро-доллар. Абсолютно ситуация не изменилась. Слой не обновился. До потенциальных мест для поиска точки входа мы не дошли. Поэтому все остается точно так же. Ожидаем подхода либо к 1,4, либо к 1,2. И отсюда уже шортим с целями обновления лоев. И дальняя цель 1,04,66. Сильно углубляться не буду, потому что ситуация сильно не меняется. Но тем не менее, в этом говорю. По фунту аналогично. Лои не обновили. До целей, откуда мы можем входить, так же не дошли. Пока находимся на этой промежуточной стадии. Как только подходим к зоне 1,4, будем искать точки входа на продажу. Цель обновления лоев и наша зона. Точные котировки 1,22,31 и лои 1,23,62. Варианты, как всегда. Либо так, либо так. Ауди. Вчера не трясовали. Ауди. К сожалению, здесь немножко не хватило. То есть у меня ни олег, ничего не сработало. Мы зону не отработали. Именно поэтому у меня входа в позицию пока нет. Если мы отработаем зону и перебьем этот хай, то наш км будет вот такой. Соответственно, вот таким образом будем пытаться работать вниз с целями, указанными уже давным-давно. Но первая цель у нас, опять же, обновление минимумов, вот эти. Вторая цель 0,74,49. Это первый вариант работы. Это второй вариант работы. От зоны 1,2 0,75,51. При тестировании этих котировок ищем точку входа на продажу. Новозеландец. Новозеландец отработал зону 1,4. Нарисовал км. Пробил этот км. И совершил ровно 50% подкат. Да, вот в принципе мы прям четко на минутке видим. Мы схватили эту котировочку. Эти заявочки. Вот здесь. Сейчас находимся в позиции. Стоп, соответственно, за локальный хай. Первая цель у нас находится на обновлении минимума. Вторая цель зоны. Соотношение первое 15 к 35. И второе это 15 к 75. Если мы выбиваем стопы, эта точка будет у нас контрольным минимумом. При условии, что мы ее не обновим. Сейчас в процессе. Как только мы ее обновим, надо будет здесь посидеть, посмотреть. Возможно, более продуктивным будет, если мы передвинем стоп без убыток. Хотя бы по одной сделочке. В принципе, вот Новозеландец. То, о чем вчера предупреждали, что в позе низкого старта находимся. Новозеландец сработал. Канадец. Эта зона теперь у нас не актуальна. Так как мы ее пробили и закрылись ниже. С сегодняшнего дня у нас появляются первые цели внизу. Соответственно, верхнюю цель смело можем написать как неотработанную цель. Статистика, к сожалению, ну или к счастью, гласит нам о том, что 20-25 процентов целей мы не отрабатываем. Соответственно, мы спокойно себе помечаем, что мы эти цели не отработали. И затем точно так же внесем это дело в статистику. Что у нас сейчас по канадцу? Сейчас по канадцу мы наблюдаем. В принципе, мы находимся в самом низу, на самых лоях. Для того, чтобы более выгодно, более адекватно зайти в сделку, необходимо протестировать либо зону 1-4, либо зону 1-2. То есть варианты работы по канадцу. Либо так, либо вот так. Новыми целями становится обновление тех лоев, которые есть сейчас. Если мы не обновим, мы дойдем до зоны. И дальняя это 1-32-33. Это наша дальняя среднесрочная цель, к которой мы должны дойти, несмотря на то, что дадим мы откат, не дадим откат. Это наша цель. По канадцу все. Гена. Про яму даже пока говорить ничего, опять не хочу. Как стоим в этом участке? В этом так и стоим. Пропускаем. Швейцарец. Опять же, ничего не поменялось. Область покупок находится вот здесь. Котировки 1.00.40.0.99.74. Первая цель обновления хая. Дальняя цель 1.02.10. Либо так работаем, либо так. В каждой из этих точек ищем подтверждение слома коррекционного движения. Это именно ложный пробой. Других вариантов нет. Либо так. Если будет более точным. Либо так. Все. Все. Это два единственных варианта, которые позволят нам с самым коротким стопом взять максимально возможную прибыль. Швед. Швед. Значит, хай не обновили после вчерашнего вечернего обзора. Зона у нас находится на том же самом уровне. Мы сейчас находимся в такой проторговочке. Мы должны понимать, что в принципе первая цель, к которой мы идем, это наша зона НКЗ. Все, что нам даст инструмент дальше, это только, ну скажем так, добавочки, доливочки, которые мы надеемся, что они будут. Но это уже не 100%, скажем так. Но тенденции на слом лонгового движения у нас не было. Сигнала на слом не было. Закрытия ниже зоны не было. Поэтому работаем опять либо таким образом, либо, соответственно, от зоны 1-2 таким образом. Цель 9, 11, 917. Первая цель обновления хайф. Евро против фронта. Опять же, не вышли мы за рамки вот этой, пока, как я считаю, коррекционной волны. Новый точек не позволяет нам, новую точку войти, не позволяет соотношение. Так как оно уже, как минимум, один к одному. Поэтому на сегодняшний день точно мы пропускаем этот инструмент. Евро-гена. Зону мы не отработали. Все-таки надеялся я, что мы до нее дойдем. И здесь уже где-то искать. Не дошли буквально 7-8 пунктов. Но раз не дошли, значит, точки входа не было. Если лои не обновим, то, соответственно, сейчас эта зона у нас будет выглядеть вот таким образом. Вот отсюда мы должны искать продажи с целями. 116.32. Ну и первая цель обновления лои. Можем, конечно, упасть без отката, без всего. Нас это не интересует. Мы работаем только на откате. Далее фунт иена. Вчерашний прогноз полностью смотрим. Ничего не поменялось. Варианты опять те же самые. Но у нас, если мы сейчас дойдем до этой зоны без отката, вот он будет КМ, который плохой КМ, неправильный КМ, очень далекий. Вот такой вариант будет более приемлемый. То есть, если где-то здесь образуется новый КМ после пробоя этого хая, на откате с коротким стопом, для кросса фунт иена 50 пунктов, это короткий стоп. 1 к 3 спокойно входить здесь. Более выгодный вариант с точки зрения соотношения, это, конечно, работать отсюда. Но чисто по технике у нас, если мы до сюда дойдем, то вероятность слома всего шарфового движения будет очень большой. Поэтому я, конечно, буду ожидать вот такого варианта работы. Евро Ауди. Прямо руки чешутся, правда, честно. 1, 2, 3, 4, 5 дней мы стоим на уровне зоны 1 и 2. И закрытие вышли нет. Очень сильный игрок, хоть их и немного, это кросс. Очень сильный продавец находится вот здесь. Очень сильный. Именно этот продавец не пускает этот кросс выше. Он его пытается удержать. Есть у нас локальный хай, за который мы, в принципе, уже можем спрятать стоп. И если все вот это вот посчитать, это 240 пунктов. Даже если просто по рынку входить, 70 на 170. Ну, чуть-чуть повыше, чтобы соотношение 1 к 3 можно попытаться. войти, потому что вход достаточно выгоден нам именно по соотношению. Я же, опять же, чисто буду ждать все-таки пробоя вот этого КН. Если у нас этот максимум, этот максимум брать, это КН. То есть вот такая формация. В любом месте мы пробиваем. И только тогда на откате с таким ставком, с таким тейком, я попытаюсь войти. Причем это будет у нас первый тейк. Второй тейк у нас 1.3806. Соотношение еще более лучше. Тоже пристальное внимание вот сюда. Даже спокойный алерт нужно поставить, для того, чтобы не упустить этот момент. Аудиены. Некоторые вчера входили. Да, объяснял по поводу вот этих двух баров на предмаркете. До открытия биржи. Не учитывая, если их мы не учитывали, то у нас идеальный просто паттерн был. Вот он. Вот они наши 50%. То есть вот здесь бы скатилась ли ниточка. И сейчас мы находимся в позиции. Позицию необходимо держать. До первых целей буквально там 8-9 пунктов мы не дошли. Но тем не менее соотношение 28 на 68. Ну почти там один. Ну один к двум точно есть и больше. Мы должны постараться выдержать. Закрыть часть. Вторую часть переводить без убыток. И дальше сделку держать уже до цели 81.63. Это будет наиболее правильное, наиболее оптимальное решение по данному инструменту. Ауди против новозеландского доллара. Так, здесь интересный момент. Минимум обновили или нет? Ой, 107.618. 107.612. Да, мы обновили минимум. Соответственно, мы имеем полное право опять искать новую точку входа на продажу. Уже от этого минимума. Ну, зона практически совпадает. Буквально несколько пунктов по пятизнаку. То есть можно было и эту продлить. Но, тем не менее, имеем полное право работать каким-то вот таким вот образом на продажу с целями. Первая цель зона. Здесь уже не смотрим. Вот этот недоход на 3 пункта. Не ставим первую цель на обновление минимума. Первая цель зона. Вторая цель у нас идет. Это... Не зря так далеко не рисовал. Это наша вторая зона. Соответственно, с котировками 1.0650. Вот это первая среднесрочная цель. По этому инструменту все. Ну и золото. Золото, я вчера говорил. Вот в этом месте у нас была точка входа. Все подробно расписывал. Расписывал импульс, коррекция, импульс, перебой контрольного максимума. 50% откат. Вот здесь был у нас. И точный. Если взять четко. Вот они наши 50%. То есть четко вот в этом месте сработали у нас ордера на покупку. Сейчас. На что следует обратить внимание. Если вы уже находитесь сделки. Сделки по нескольким инструментам. И у вас уже там по money management. Идет в случае всех стопов. Если сработает превышение максимального убытка на день. То вот здесь нужно быть внимательным. Это импульс. Это коррекция. А в этой точке мы перебили вот этот импульс. По сути, можно сказать, что первые цели вот этой коррекции. К этой коррекции мы уже выполним. Говорит о том, что мы пойдем дальше. Мы можем только предполагать и надеяться на это. К чему я все это. О том, что можно золото постараться уже хотя бы один ордер. Там, если у вас несколько открытых или часть. Постараться перевести без убыток. То есть, уменьшить наш потенциальный риск в два раза как минимум от этой сделки. В принципе, все. На сегодня обо всех инструментах рассказал. Спасибо за внимание. Жду комментариев. Всем профита. Всем хорошего настроения. Пока.